Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал купленов Fly. Это ёлка, я прям, мне так неудобно с неё так это говорить. Она еле мигает, потому что мне есть очистила батарейка и негде мне её взять. Мы... Я бы её подержал в руках, но, понимаешь, здесь руки будут заняты, потому что это сабнафтики. Я могу поставить её на микрофон, но она, скорее всего, упадёт. Её до кучи ещё не будет видно, поэтому я не знаю, куда её приспособить, куда её превосточить. Вот оставлю так. Она упадёт, и ты услышишь этот звук, а она будет у меня под мышкой стоять. Ну, короче, ладно. Упадёт, так упадёт, услышим. Да что за херня-то опять? Ну, ёбаный же свет. Ну, почему я каждый раз захожу, и здесь ничего нет опять? Ну, что за дела? То есть, ты понял? Я захожу в комнату сканирования, и у меня каждый раз, после каждого сохранения, то есть, я захожу в игру, и у меня опять ни хрена не отсканировано. Ну, как-то эта комната сканируется. Как-то эта комната сканирования странно работает. Так, это тёплая зона, это... Мы сюда должны сегодня сходить. Мне, кстати говоря, сказали, что вроде как краб... О, смотри-ка, дальше что-то сканировалось. Вроде как краб уже приспособлен к тёплым температурам, и это не особо страшно. Так, во-первых, нам нужно сюда поставить... Оно работает, нет, как бы? Работает, наверное, да? Вот что-то плавает, значит, всё хорошо. Сюда бы, в принципе, было бы неплохо поставить нам с тобой грядочку, чтобы подкидывать сюда сразу, но пока мне не особо требуется. Давай посмотрим вот чего. Посмотрим всё самое полезное для... Крабика. Бур. Титан, литий, алмаз. Это на одну руку. Потом. Ничего пока нет. Ничего такого пока нет. Но, в принципе, нужен бур, само собой. Стрельба торпедами. Литий, титан, аэрогель. Так, ну, во-первых, мне нужно много титана, я не помню, есть у меня на этом или нет. Давай вот по титану посмотрим, что-нибудь рядом есть. Это что такое вот красное? Что такое красное? Что такое красное? Это титан? Да, титан. Один титан, и всё? Хм, маловато титана, подожди. Очень-очень мало титана. А если я... Ага, здесь только титаны есть. Ну, окей. Бляха, давайте я надену краба ему... Знаешь, сегодня уже практически Новый год. Он уже почти вот рядом, совсем почти что здесь. А чё ж такое? Ага, всё окей. Нет источника питания. О, а здесь... Блядь, специальное оборудование. Для всего нужно специальное оборудование. Чтобы сделать это специальное оборудование, нужно где-то взять титан. Охеренно. Так, ладно, пойдём на циклоп посмотрим. Пойдём посмотрим это дело на циклопе. Возможно, у нас что-нибудь пол... Не пизди там на меня. Титан. Нужно пять титана. Вот это нам нужно. Пять титана. Нету. 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 Зато там был свинец. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Пять титана. Один литий. Он, по-моему, здесь был. Или вот тут. Да ёпта уж мать. Это свинец. Ладно, один литий. Заебца. У меня нет лития. Это плохо. Так, литий и алмазы, да? Литий и алмазы. Я бы сделал просто, чтобы что-то побурить. Алмаз четыре. Пойдём посмотрим, можно ли их, в принципе... Ой, бляха, батареек-то нет. Можно ли их где-то найти вообще? Есть ли они в списке для сканирования? Титан. Титан реально здесь только один. Сука, очень плохо. Так, ладно, литий. Кварс, никель, рудак, алмазы, допустим. Алмаз здесь тоже добывается тупо... Где? Да, где-то впереди. Алмаз здесь тоже нужен тупо буром, да, добывать? Я поехал сюда, мне здесь нихуя нет. Очень всё печально. Так, где алмаз-то? Ага. А, нет, алмаз один хороший, смотри-ка. Ха-ха! Хорошо, раз, алмаз. Ещё где эти алмазы не найдёшь? Ага, вон ещё алмаз, хорошо. Сколько нужно алмазов-то? Четыре. Хорошо, ещё два. Этот я сейчас подбираю, ещё два. Или ты меня сейчас опять приведёшь в какую-нибудь херню, которую нужно долбить? А, нет, обычный алмаз. Хорошо, раз, два. Ещё бы два алмазика, было бы неплохо. Ушлите-те, я где-нибудь найду, наверное. Так, аэрогель. Я возьму, но не факт, что он мне пригодится сейчас. Походу, больше нет алмазов поблизости. О, хуёво. Мне нужно всего лишь два алмаза, серьёзно. Так, ладно, давайте, знаете, что сделаем. Давайте я сделаю вот так вот, сохраните. Раз уж Новый год практически вот-вот рядом уже подходит, прям вот-вот он здесь. Мы возьмём и просто пойдём. Я смотрю по комментариям, уже немножко поднаскучило людям смотреть на стройку. Ну, я не знаю. Мне, блядь, не нравится строить. Я, в принципе, не особо много строю. Только строю только то, что мне особенно-то нужно. А что нужно для строительства энергоячейки? Подожди, для заряжателя энергоячейки. Пятёрочка строитель. А, всё очень сложно. Так, ладно, этого мне тоже не хватит. Алмазы, алмазы, алмазы. Ты реально больше не насканировал мне алмазов, сука, жадная? Хорошо, пойдём. Допустим. Дегази, бази, тепло. Пойдём в тепло. Просто посмотрим, что там, где там, как там, чего там. Монстры, огромные монстры, что-то ещё. Краб приспособлен для тёплых температур. За это спасибо тем, кто подсказал. И ведь действительно, смотри-ка, окей. Так, что это такое? Это какая-то поебота. То есть мы путешествуем по затерянной реке. Ты хотел взять вот эту хуйню? Я уж прям сразу вниз-то прыгать не буду, наверное. Но там есть какая-то руда. Так, я вижу алмаз, хорошо. А, это рубин. Бля, как его взял? Взял, смотри-ка, взял, молодец. Берёт прямо своей клешнёй крабовской. Ага, если он не шатается. Так, я просто боюсь в яму провалиться, потому что... Что-то мне подсказывает, что мне не хватит, не то что зарядки, а не хватит силы прыжка, чтобы выпрыгнуть. Ну я ладно, выйду, зайду. Зайду и прыгну. Что это за херня? Ты опасная, нет? Мои все там. Так, алмаз нашёлся один ещё один, хорошо. Это они-то корут, да? Ой, алмазы, смотри-ка. А, это кварц. Подожди, кварц мне нахуй не сдался. Это чё? Кристаллическая сера, возьму. Никелевая руда. Так, кристаллическая сера для чего-то нужна была, я её возьму. Возьму пока есть. Очень плохо он её берёт. Так, здесь два вида руды, здесь очень много кристаллической серы. А для чего она нужна была, секунду? А, вот для этой хуйни. Нет, нет, для чего? А, вот для этого, нет. Серьёзно? А, во. Кристаллическая сера 3. Хорошо, возьму ещё одну. Ага. А чё они... А, у меня она в карман краба уходит, наверное, да? Хорошо, никелевая руда. Но я руду не смогу никак взять. Для этого нужен специальный оборудование, которое я не могу сделать. Мне нужен литий и алмазы. И тогда всё будет нормально. Мы ведь, кстати говоря, почти уже на границе сломания краба. Бля, здесь только кристаллическая... Давай получше по дну посмотри, может, что-то полезное реально возьму. Это затерянная река, да? Это она? Здесь, блядь, страшно. Река в реке, это обосраться. Как странно. Но такое бывает. Когда я быстрее в Сабнафчику играл, когда мы до сюда доходили, примерно в этой области бродили, ходили, здесь не было такого. Здесь был один, но громадный скелет. Огроменный скелет просто. Так, вон красная хуйня. Пойдём посмотрим, что это такое. Так, мне нужен кварц. Не кварц, а алмазы нужны. Это всё кварц. Я так понимаю, что если я хожу здесь внизу, он меня особо не парит, да? Он меня особо не бьёт. Блядь, реально один кварц. Секунду, что ещё нужно-то? Литий. Мне нужно... Опа, сообщение пришло на почту. В смысле на этот какого? На автоответчик, на мой бляха. На радио. Необычайно высокая концентрация органических окаменелых останков. Окей. Так, это всё кристаллическая серая, бляха. Но мне же она не... Ооо! Во! Вот эту хуйню я видел. Так, а сколько метров там внизу? Потому что краб не зайдёт. Пласталевый слиток и никелевая руда. Блядь, ну где же мне всё это взять-то? Никел... Ведь так нетрудно, смотри-ка. Нужен-то всего лишь один... А из чего я литий могу получить? Секунду. Литий, 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 литий. Не ори на меня, сука! Ооо, всё понятно. Ясно всё, хорошо. Отъебись, пожалуйста. А, так это ты, красная хуйнина-то? А-а-а! Я думал, это что-то новое, что-то другое. Но это, короче говоря... Так, мне сообщение пришло, ладно. Бля, мне кажется, здесь упаду совсем с концами. Специальный инструмент бур. Бля, прекрати, пожалуйста, надо мной летать и орать на меня, слышишь? Вижу рубин. Ну, это реально он, да? Да, это он. Ха, можем посмотреть его пониже. Вопрос знаешь в чём? Давай сделаем вот так. Сохраниться и посмотрим, сколько там внизу глубина. Мне кажется, там больше 900 метров. А, нет, нормально всё. Окей, ничего страшного. Всё хорошо. Всё хорошо. Этот мудила где? Вон он. Бляха, насколько эта голова огромная? Я её увидел уже, ничего странного в ней нет. Золото. Мне не нужно оно, ну ладно. Литий. Блядь, вот он агрессивный, да? Я просто хожу мимо, он хочет меня уже убить. Так, тут, ну, тут кругом руда. Нужен специальный инструмент. Я не могу его собрать пока что. Алмаз там, в принципе, один есть. Алмаз там один. Мне... Вся загвоздка в литии. Серьёзно? Вся загвоздка будет в литии. Надо обосраться. Может быть, где-то случайно какой-то литийочек-то найдётся один? Просто случайно литийочек где-нибудь здесь, вот рядом с головушкой, с этой, с каменной. Вот это что за херня? Так, это гелеобразные мешочки. Это что такое? Что это? Это не ломается. Так, это гелеобразный мешочек для аэрогеля, он мне не нужен. Это кварц. Кварц, кварц, кварц. Из этого падает песчаник-свинец. Ну ладно, возьми, чё. Ой, промахнулся. Хорошо. Давай голову пока пообследуем. Чё ж теперь? Здесь я был, это я помню. Правда, я сюда добирался с какими-то вообще непонятными путями. Хуй пойми как, откуда, кто, чего. Очень много кристаллической серы. Она для чего-то ещё нужна? Вроде не особо. Но в любом случае мы знаем, где она есть, если чё, я её возьму. Но здесь только она. Так, это чё-то новое? Подожди, это что за херня? Так, это разная. Блядь, какая-то скелетная рыба. Что за херня? Ладно, пока не буду дерзить, пока не буду к ней подходить. Нахуй не сдалась. Так, это чё такое за местность? Это ядовитые ростки, да? Ну или ядовитые, либо бьются, по-любому. Смотри, на них видно, они шевелятся, суки. Так и хотят меня прижучить. Здесь кругом какие-то острова. Десять процентов, между тем, питание уже ушло. Я прячусь, я прячусь под водой от этой скотины. И от то, и от это, и от всего. Так, вот это чё такое? Да бляха, одна серая, серьёзная. Целая затерянная река, целая огромная голова. Которую я, кстати, на превьюшку-то не забрал. А надо бы. Здесь чё-нибудь есть? Да, здесь то, что круто. Ну здесь прям куча полезных ископаемых, если что. Прям куча. Так, а ты за мной плыл, да, сучара? Странно немножко видеть, что как бы он плавает такой по воздуху, да? Потому что здесь слишком уж всё чистенько. Такое чувство, что вот здесь вот под зелёной плёнкой вода, а сверху воздух. Но вода, блядь, и там, и там получается. Так, ну-ка, дай-ка сюда меня себе. Бля, он хочет меня ударить, я тебе отвечаю. Ой, я провалился. Он хочет меня ударить, это стопроцентная информация. Вот это головень, блядь. Вот это огромный динозавр. Классно смотрится, на самом деле. О, хорошо. Всё, запомни, 15 минут. С 15 минут я возьму себе превьюшку. Ладно. Я сохранился перед падением сюда. Здесь, в принципе, ничего полезного не подобрал. Здесь подобрал только гелеобразный мешочек, и всё, да? Он прям, реально прям плавает за мной, скотина где-то. Ага, вон он, сука. Куснул. Ха-ха-ха, куснул за макушку меня, пёс. Кругом одна сера. Сера-сера-сера-сера-сера-сера-сера. В скелете ничего не растёт, да? Ну, реально, посмотри, развита вода. Не, на воду это явно не похоже. Так, мы идём туда, значит, нам примерно в ту сторону. Чтобы как можно дальше отсюда уйти, и посмотреть, что там дальше. Там вулкан. Возможно, где-то здесь реально есть база инопланетян. Потому что куда-то я всё-таки иду. Но нет, всё-таки видно, что это вода. Но неотчётливо. Кругом залежи, залежи, залежи. Одна, сука, руда. Нет бабляха, дать мне этот, не песчаный, как он там. Не кельевик. Ха-ха, алмаз. Да, алмаз, спокойно. Пластинчатый коралл. Смотри-ка, блядь, вон литий стоит. Отлично, я всё нашёл. Алмаз есть. Я внимательный, что я обосраться. Литий, алмаз, секунду. Так, ну всё, у меня остался один алмаз. Для этого чего нужно? Для этого аэрогель и литий. Так, мне нужен ещё один алмаз и ещё один литий. Тогда я смогу сделать торпеду. А торпеду для чего делать? Магнетит. Газовый фолликул. Скорее всего, вот эта вот херня, которую мы видели, это и есть газовый фолликул. Вон ещё один алмаз. Ещё один алмаз. Тут алмазов много, кстати говоря. Рубины. А, нет, это кварц. Сука, это не алмаз. Тогда вон там. Вон ещё что-то было. Так, это тоже кварц. Ну, в любом случае, один алмаз точно есть около базы. Он там пометился, пока мы уходили оттуда. А вот литий было бы неплохо ещё найти. Мы реально сможем и то, и то-то преконструировать сюда. Шишки, блядь, какие-то. Чё только нет. Так, мы идём всё дальше и дальше. На туришь шишка. Очень сильно на шишку похоже. Огромная, большая подводная шишка. Меж тем, 20% уже проёба на зарядке. Если сядет краб, я ничем не смогу себе помочь. Блядь, там опачки алмаз, хорошо. Как бы, блядь, сюда бы переехать-то, а? Так, здесь у нас чё, ещё ниже? Блядь, я не хочу сохраняться. Просто мало ли я отсюда не вылезу. А сохранение там было в очень хорошем месте. С другой стороны, я... А, блядь, хотя смотрелось это гораздо страшнее, если смотреть из-под реки. Так, 900 метров, пока ещё живём. Пока ещё живём. Ну, мы до 50% дойдём и пойдём назад. Что это за херня? Она меня не атакует, значит, она безопасная. Потому что мало ли чё. Вроде не атакует, значит, всё нормально. Опа. Опа. Блядь, эта херня подбирается пулю. Опа. Опа. Ха. Ха-ха. Блядь, какой-то огромный жук. Блядь, труп жука. Что за херня? Так, 819 метров. Отсучары непланетные. Посмотри на них, а. Допустим. Я прям к ним на базу иду? Так, кто-то со мной разговаривает уже. О-о-о-о-о-о-о. Хо-хо-хо. Ебать, педрюки, вот я вас и нашёл. Вот я вас, сука, и нашёл. Литий, мне нужен один литий. Пацаны, есть литий? Дайте лить, я ставлю. Так, ну вот сейчас недостатка воды-то мне только не хватало, блядь. Ой, а воды-то и нет, смотри-ка. Да ладно, песчаник? Ты что, блядь, тут делаешь-то под водой, дурила? Так, ну база-то разъёбанная инопланетная. Кто-то до меня уже постарался, судя по всему. Там эта хуйня-то улетела, нет? А, нет, стоит падать что-то. Ты, может, инопланетянин, нет? Пошла в жопу, понял я? Пошла нахуй. Ай, блядь. Спокойно. Похоже, что это инопланетное сооружение рухнуло на дно. Похоже, да, почему? Так, чё по 77%? Нормально. Опачки, а ты откуда здесь, блядь, взялся? Вот мне тебя... Всё, пизда руля. Пизда руля. Чё, дурак, что ли? Да, блядь, уйди! Обнаружили планетные передачи, из-за кого анализ завершён, осторожно пути, там опасные материалы, опасные что-то там ещё. Блях, он меня чуть не убил. Да уйди от меня в пизду, как в ебу сейчас, тварь! По щам, по ебалу, разломаю всё, понял, нет? Говно, блядь, кусок, тварь! По-моему, я именно ебашил, он испугался меня. Я не смогу сейчас вылезти и лечить краба, потому что я сгорю сам. Так, короче, инопланетная расшифровка была завершена, и написали, что, типа, здесь полно опасных существ и чего-то там ещё. Блях, а обратной дорогой очень далеко возвращаться, но придётся именно там идти. Чё это там свистит мне? Мне бы вход сюда найти. Кто вот так вот... Что это? Я первый раз такой слышу, вот этот... Это что-то прям очень опасное, походу. Она просто... Чего это? Ты слышишь, насколько это громадная хуета? Просто реально, судя по звуку, это что-то неимоверно здоровое. Просто, блядь, огроменное, потому что... О! Это что, звук такой плотный, прям огромный. Из огромной глотки выходит. Просто, блядь, прям громаднейшей глотки. За всю историю с... Блядь. Так, надо отсюда сваливать. Надо срочно сваливать домой. Мы потом сюда вернёмся. Пока нужно бежать, пока я совсем, заканчательно не сдох. А я сдохну сейчас, если не потороплюсь. Потому что у меня нет воды. И я не могу её нигде добыть. А так как я начну терять здоровье, я умру сам. Не надо, пожалуйста, меня трогать, окей? Всё, пизда, моему крабу, короче говоря. Чё-то этот мудазвон будет за мной гонять вообще не весело. Ну я постараюсь успеть. Нужно успеть. Нужно успеть. Блядь, может вот эту говно какое-то схватить? Ой, я его убил. Блядь, зачем ты его убил? Что случилось? Я должен был его съесть, а не убить. Так, ладно. Вода ещё есть, в принципе, запас кое-какой. Нужно реально поторопиться. Иди быстрее. Я боюсь там оборачиваться. Там что-то за мной кто-то ревёт. Непонятно, что за... Ой, зарасти. Очень плохо взлетает, блядь. Мне нельзя сейчас тратить эту попытку. Ай, красава какая, взлетел. Молодчик ты мой! Что так свистит-то? Ты слышишь, какая-то херня как будто... Блядь, молнии. Это мои. Это мой краб разваливается. Всё. Я опускаюсь сюда. Я на дне пока что. Мне нужно отремонтировать краба, подготовиться нормально к походу. Мне нужны торпедные установки. Мне нужна пропульсивная пушка, которая будет отбивать меня. Вообще, в принципе, неплохо было бы сюда переехать, но это опять очень долго будет. Так, чё здесь? Ага, вон туда. Да, нет? Не понимаю. Хорошо. Блядь, очень далеко. Целый километр ещё топать, а вода-то уже почти кончилась, а здоровья тоже очень мало. У меня есть, в принципе, питательный батончик. Он просто добавит мне еды. О! Блядь! Тихо. Тихо. Отлично. Я пожрал чуть-чуть, добавил все воды. Очень, сука, страшные звуки. Так, 37% у меня здоровья краба. Нормально. Уходим опять под воду. Под водой немного безопаснее. Под водой меня эта херня не бьёт. Он меня, может, не видит под водой или чё. Может, у него глаз не сканирует эту плёнку. Никак не получается. У него хуй его знает. Ну, короче, там безопаснее. Так, вот это, в принципе, был логичный нормальный спуск, я так понимаю. Да. Это нормальный, логичный подъём, которым стоило, наоборот, таки пользоваться. А не как я просто там где-то в левом месте спрыгнул и хуй бы совсем. В любом случае, как только я построю себе эту херню, я смогу добывать нормальные ископаемые. А как только я смогу добывать себе нормальные ископаемые, я буду вообще прям молодчик. Я просто... Бля, он летит ко мне в пизду. Это была ошибка. Большая ошибка. Не нужно было спрыгивать. Нужно было принять удар и идти дальше. Я его обманул. А! Ха-ха-ха! Наебал его. Спокойно. Всё, уходим отсюда. Уходим отсюда, нас здесь не было. Никиевая руда. Хуево гора, здесь полно. Ай, как сюда перетащить циклопа, мне вот интересно. Как сюда перетащить циклопа? Циклопа вместе с базой нужно как сюда перетащить. Знаешь почему? Потому что там на входе делать нехуй. Так, вижу ещё один алмаз, но он мне не особо нужен. Ладненько. Ну вот, такого тебе надо. Экшен тебе подавай, да? Просто вот тебе вынь, да положь экшену. Ведро прям в одной серии. Вот тебе, пожалуйста. Ведро экшену. Вот тебе затерянная река. Вот тебе новые монстры. Вот тебе что-то там невообразимо огромное, журчачее, урчащее. Либо это чей-то живот. Вот, упавшая база инопланетян. Бесполезная абсолютно. Сообщение нам пришло ещё, кстати говоря. Так, спокойненько. Я не буду рисковать. Я гелевый мешочек там найду около базы и это 100%. Так, аккуратно. Как я туда попадал-то? Ага, всё правильно. Нужно подлетать. Блядь, не подлечу нихуя. Так, всё. Спокойно. По веткам? Просто кроме как по веткам, я больше не понимаю, как я ещё туда поднимусь. Мне не хватает одного заряда, чтобы туда подняться. Спокойно. Не падаем. На веточки. Вверх. Теперь в сторону. И... Ого! И... Ого! Я здесь, а! Красава я. Это чё? Блядь, эти жнецы поганые опять здесь, падлы. Не подходи ко мне, блядь! Нет! Пизда, сука, сушастая. Где это? Тихо. Всё, всё хорошо. Всё. Ай. Серьёзно? У меня сейчас тратится здоровье от того, что я... Вы погибли. Вы погибли, но все материалы у вас остались. Краб у вас рядом, и в принципе ничего страшного не получилось. Сейчас-то да? 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 Скажи мне, что да. Так, где мой краб? Ага, 52 метра. Всё хорошо! Всё замечательно. Вся эта приблуда... Она осталась в крабе, да? Хорошо. Так, где-то упала одна семенанка. Окей, семена где-нибудь выкину сейчас по дороге. Итак, смотри. Нам нужно, во-первых, сейчас добраться до краба. Это раз. Где он? Поставить его на зарядочку. Вот сучьи жнецы. Да посмотри, ничего их не берёт, блядь. Самые жопные вообще создания здесь это жнецы ебаные эти. Взлетай туда. Ну, бляха. Ещё разочек. Забери меня, ебучий отсек. Ну! Наконец-то. Так, краб-то надо бы починить. Нет, он так не чиниться. Ладно, хер с ним. Так, всё. Краб постали сжать. Давайте возьмём аптечку. С собой. И сообщение. Ага. Инопланетный непонятный сигнал. Расшифровки, я так понимаю, мы не дождёмся, да? Вот, языковой анализ завершён. Осторожно, внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Внутри чего? Этого сооружения? 45 дней уже живём, нихуя себе. Так, ну, судя по всему, да. А чё у меня по циклопу-то вообще? 25%, ебать. 25%, это... Ай-яй-яй. Так, мне нужно хранилище этого... Краба. Хранилище краба. Значит, я возьму... Вот это, 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 вот это. Рубины я пока уберу. Так, давай сделаем сразу для него... агрегат блядь а я испугался вообще не пугай меня так так, улучшение в смысле модификационная станция не понял не понял а как мне сделать модификацию блядь не, ну серьезно что ли ну, хорош, вы завязывайте с этой хуйней но это же не смешно мне предлагается построить станцию модификационную что ли два свинца, титановый слиток блядь, титанового слитка у меня нет а потом нужно будет еще делать модификационную консоль, да? вот это вообще плохо это прям вот просто фу бля, ну почему же здесь-то а что это вообще? костюм крам это краб это просто пристыкованная херня которая здесь есть модификационная станция это модификаторы делает а нам нужно непосредственно сделать что-то позволяю как, как, вот, как? ебаные крабы эти бляха, всплывать на поверхность за всем этим делом, да? всплывать на поверхность всплывать на поверхность и что, и строить все с собой нести потому что здесь много чего не хватает можем, по идее, попробовать посмотреть доплыть до туда, что там есть непосредственно на циклопе потому что на циклопе это будет быстрее, как минимум но, перед этим нужно сейчас я попью и сохранюсь мы тогда мы тогда поедем там тупо это, на смерть сразу что, только одно, что ли зашло? ай, ладно сразу тупо на смерть хотя, возможно, там будет где-то выход мы попробуем там всплыть кстати, почему бы нет ладно, давайте его дерзить я делаю вот так, сохранить и поехали у нас 25% так, тихие спокойно, 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 спокойно тихий ход разворачиваемся тихий ход и хорошо, поехали возможно, аж даже не запалят мы сейчас доплывем до базы и попытаемся всплыть просто ровно, чисто всплыть наверх и что-нибудь там мы, возможно, увидим так, вот так чего мне не пропадает задание поднимитесь на циклоп я уже сто раз на него поднимался что там такое? ну мы, по идее, знаем я включил тихий ход-то? да, включил что так быстро энергии-то тратится? эй, циклоп завязывай нахуй а это что за хуй-то? так, такую каску я не видел куда я плыл-то? сюда? а, я ее не видел, наверное, потому что я под водой ходил, да? еще одно инопланетное сооружение, что ли? так, этот пес меня не видит потому что я потихой хуячу ёптвою мать так, я куда-то не сюда повернул, как минимум, да? блядь, ну здесь есть выход это вот выход наружу это растение с высоты бляха-муха так, ладно, запомним а это что, база инопланетная, что ли? что это такое-то? ну-ка, я пойду посмотрю а хотя я сгорю же там, да? нет, не сгорю древнийский а, это древнийский я думал, это вход на базу коренные формы жизни ладно, это мы потом прочитаем что вот это такое? амебиу... амебо... амебоид и что мне дает? его можно как-то взять, нет? так, инопланетная база я приплыл куда-то не в ту сторону, в которую хотел подожди так там синюю нужно до хотя у меня есть и оранжевые и фиолетовые я имею ввиду включи сейчас зайдем посмотрим я искал а точнее в другое место но нашел что-то очень хорошее мне это вполне устраивает почему не напал существо если я на тихом ходу очень пёр и оп твою мать стопэшечка эти подожди-подожди-подожди 4 процента ах тышь ёптышь ну конечно же естественно у меня же заряжается блять краб поэтому у меня электричество так быстро улетает так а ключ ключ нужен фиолетовый но я могу сделать энергоячейки себе в этом ничего страшного нет у меня есть много грибов вот медной руды у меня нет значит я умру так давай знаешь как сделаем я вот сюда вот или куда вот сюда вот выложу много чего не работает не работает отсюда возьму по ключу вот этот вот это чай возьму сразу сколько есть мне кажется там должны около входа быть ключи хотя типа может быть нужно было подготовлю сюда приходить похеру заходим так а желтая смотри-ка редкая должна быть здесь крижали окей так подожди значит где-то должна валяться скрижаль нет может мне туда на крабе идти инопланетный стенд с образцом кости окей все просканируем зеленое ой репродуктивные данные по фауне инопланетный стенд с образцом флоры инопланетное исследовательское оборудование ионные матью кубы и су существа а как это по его тут открыть как-то она открывается нет все хоть и заржавевшие хуй пойми какое спи жуку бы да и все делов то но это такой-то вход куда-то что ли нет это херня не открывается по ней же видно текстурка так данный я загрузил хорошо энергоячейки к циклоп пошел уже все циклоп сел я так понимаю выработка кислорода отключена вот это блять поворотец ооо 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 это называется все конец приехали ячейку я сделать не смогу на крабе я далеко не уйду не поднимусь не уплыву а это значит что нужно было перед тем куда ехать отсоединять краба чтобы вся зарядка на него не просралась ладно давайте тогда раз уж один хоть сохранение было зайду я вправо опущусь сюда провалюсь аж куда-то блять и мы с тобой читаем то что насканировали так данные по инопланетянам данные сканирования инопланетные следствие оборудование большой лабораторный стол и сопутствующий сканер включая технологии выходящие далеко за пределы нашего нынешнего уровня понимания гипотезы техническое обслуживание оборудования техническое обслуживание персонала нас образцов генной манипуляции с образцами инопланетный стенд с образцом кости это эти окаменелости очевидно остались от древнего предка левиафанов населяющих планету сейчас инопланетные стенды с образцом флоры эти инопланетные образцы флоры удерживаются в стазисе очевидно и планете они стремились получить обширные знания по экосистему планеты данные терминалов репродуктивные данные по фауне На морском дне предполагают, что это место может быть путем миграции огромной природной формы жизни. Повреждения на морском дне показывают, что это может быть путем миграции огромной формы жизни, сказала мне компьютерщика. Так, данный терминал содержит обширные данные о местной фауне с особым акцентом на репродуктивные методы. Синтезированы основные выводы. Инопланетяне обнаружили на планете только один пол. Они наблюдали за организмами, ведущими бесполое размножение. Все здоровые особи проверены на способность откладывать яйца. Яйца обычно требуют генетический материал другой особи вида. Однако в редких случаях требовался только один родитель, а эволюционная мутация получилась под воздействием самой окружающей среды. Исследования, по-видимому, были сосредоточены вокруг инкубационных условий и генетических вариаций между родителем и ребенком. Так, коренные формы жизни. Животный мир про падальщики Амебоид. Простейший и неразумный организм, обнаруженный прикрепленно к месту высоким уровнем окаменевшего органического вещества. Он питается этим веществом, пока не достигнет зрелости, после чего делится, создавая два новых генетически идентичных организма, и цикл продолжается. Окей. Умершие. Древний окаменелый череп. Череп бронированного плотоядного животного возраста в миллион лет. Экстраполяция указывает на то, что данная форма жизни была значительно больше, чем любая другая встречная планете. Океаны 45-46В должны были бы сильно отличаться, чтобы поддерживать жизненные формы такого размера, иметь гораздо более пространный ландшафт и намного больше форм жизни из разряда левиафанов. И растительный мир. Масляные водоросли. Так, ну это мы видели. Это мы видели. Короче, как-то так. Мы умрем. Мы ничего не сможем сделать. Нам нужно будет загружаться до того, как мы сюда поплыли. До того, как мы сюда поплыли. И собирать себе материал для того, чтобы сделать зарядник для ячеек. Чтобы сделать себе много чего, на самом деле. А можно еще будет загрузиться в следующий раз и все-таки доплыть до того места, как я хотел. И попробовать всплыть вертикально вверх, чтобы посмотреть, есть там проход или нет. Короче, как-то так. Давайте на этом заканчивать. Сохраняться я не буду. Сохранилась там, где мы еще были вполне себе здоровы и вполне могли добраться до поверхности. На этом все. Ссылка на блэк в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инвизор, на инстаграм, комментируйте. Ставьте лайки. Всех наступающим Новым Годом еще раз. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.